Суверенный и чистый наполняет всё пространство вокруг. Король музыкальных инструментов. Впервые на публике. Маэстро Патрик Арман, создатель большого органа, показывает его изнутри. С туфлями на кублуках приходится на время расстаться. Трубы очень чувствительные, трогать и в буквальном смысле дышать на них может только профессионал. Я взял трубу пальцами, она нагрелась, и нам придётся подождать минут пять, прежде чем она снова остынет, и звук будет чистым. В Москву орган везли по частям на семи фурах. Полгода длилась интонировка, ещё дольше строительство. Этот орган рос вместе с нашим залом. Он проектировался, и это очень существенная разница, он проектировался, когда здесь ещё был котлован. Концертный зал «Зарядье» становится полноценным, мирового уровня концертным залом, в котором есть всё. И акустика, и технологии музыкальные, и теперь орган. Премьера, а точнее инаугурация органа состоится в полночи и продолжится, внимание, сутки. 24 часа, 24 органиста и столько же композиции. От произведения Чайковского до музыки с кинофильмов. Исполнители отбирали по всему миру. Мария Мохова приехала из Германии. Кстати, в отличие от пианисток, женщина-органист вечернее платье позволить себе не может. Из-за того, что нужно играть ногами. В общем, у нас, во-первых, специальная обувь. То есть, вы видите, у меня такие ботинки, не очень элегантные, которые бы не очень хорошо сочетались с вечерним платьем. Во-вторых, всё-таки должны быть штаны обязательно. Зрителям рекомендуют не спешить занимать места в зале. Они станут участниками шоу. Нотные листы, как будто принесённые сюда ветром, и лампочки, похожие на звёзды, они загораются в такт мелодии, лабиринт из света и музыки, через которые пройдёт каждый зритель. В центре сценическая клавиатура и главное действующее лицо. Услышать голос парка заряди можно и в другие дни. Уже появился репертуар органных концертов на март и апрель.